ФГМ-148 «Джевелин» — американский переносной противотанковый ракетный комплекс. Предназначен для уничтожения бронетехники, защищённых объектов типа бункер, ДОТ, ДЗОТ и низколетящих малоскрасных целей. Является первым серийным переносным противотанковым ракетным комплексом третьего поколения. Разрабатывался с 1986 года предприятием «Джевелин Джоинт Венчер» Луисвилл, Техас. Принят на вооружение армии США в 1996 году, успешно применялся в Ираке, поставляется на экспорт. ПТРК «Джевелин» разрабатывалась для замены противотанковой ракеты М-47 «Дрэгон», стоявшей на вооружении США с 1975 года. Полигонные испытания нового ПТРК были начаты в июле 1993 года. Уже с 1994 года было начато изготовление установочной партии «Джевелин». Первоначально планировалось в течение шести лет поставить в сухопутные войска и корпус морской пехоты США до 47 тысяч ПТРК. Однако впоследствии объемы поставки были скорректированы в меньшую сторону и на более длительный срок – 33 тысячи ракет в течение 11 лет. Ракета комплекса «Джевелин» оснащена инфракрасной головкой самонаведения, что реализует принцип «выстрел-забыл», то есть самонаведение. Ракета выполнена с раскрывающимися крыльями по классической аэродинамической схеме. Она способна атаковать цели напрямую и сверху, что в сочетании с мощной тандемной кумулятивной БЧ позволяет без особого труда поражать все современные танки. Система мягкого пуска позволяет стрелять из закрытых помещений. Уничтожение цели достигается совместным действием короткой кумулятивной струи большого диаметра, проламывающей преграду перед целью и действием пороховых газов от основного заряда и маршевого двигателя. Такой механизм действия необходим для эффективного поражения танка в тонкую броню крыши, так как броня там тоньше, материала для вторичного осколочного поля очень мало и единственно возможно поражение в фугасном действии. Проламывая броню танка или стену укрытия перед неприятелем, снаряд создает отверстие достаточных размеров для уничтожения живой силы волной избыточного давления в несколько атмосфер. Подобный способ действия позволяет эффективно применять низкоскоростной боеприпас против легкобронированной техники и живой силы, но против лобовой брони современных танков малоэффективен. Даже если струе удастся проделать отверстие в броне, то из-за малой длины струи вторичные осколки будут иметь значительно меньшую скорость и поражающую способность, а пороховые газы потеряют свое начальное давление за время, необходимое для пробивания брони. На этом все, не забывайте подписываться на канал и оставлять комментарии. Субтитры создавал DimaTorzok